Однажды его назвали музеем одного дня. С этим в корне не согласны его создатели. В музее парада 7 ноября 41 года воссоздали военную эпоху. Экспонаты свидетели того времени, истории жизни людей, в судьбы которых вмешалась война. А в центре комнаты макет площади Куйбышева. Это отсюда, в 41-м, с параду уходили на фронт. 22 тысячи солдат заполнили самую большую площадь Европы. По площади прошла военная техника, а в небе прилетели самолеты. За всем этим наблюдали дипломаты, которые в то время находились в Куйбышеве. От их впечатления зависело на самом деле очень многое. После того парада некоторые страны активизировали помощь СССР, а некоторые отказались поддерживать Германию. В преддверии парада памяти сюда каждый день приходят десятки школьников. Рассказывают о войне им ученики технического лицея, где музей расположен. Для старшеклассницы Яны Поллера это уже четвертая экскурсия за день. Конечно, нелегко признается девушка, но тема такая, что говорить о ней беспристрастно, просто невозможно. Вот это в голове просто не укладывается. Вот как люди могли, потому что я сейчас стою в форме, я не понимаю, как люди ходили. Вообще в ней дико неудобно. Оружие просто, вот там стоит винтовка, она тяжелая, я ее поднять просто не смогла. А там и дети, то есть как-то бегали с ними, там я не знаю. Экспонаты для музея приносят ветераны, находят их и сами ученики лицея в ежегодных экспедициях. В этом году мы планируем расширить нашу экспозицию, создать такую вот комнату быта людей 41-го года. У нас уже есть помещение, уже есть экспонаты. И вот в следующем году, надеюсь, будем открываться. А уже в этом году музей подготовил для гостей новый стенд о военном параде в Воронеже. И таким образом здесь хотят собрать информацию обо всех трех парадах 41-го года в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События.